МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По количеству кубков видно, что вы трехкратные чемпионы. Расскажите, в частности, о последнем приобретении. Прежде всего хотелось бы поздравить родной город Рязанцев с, на мой взгляд, замечательным достижением. То, что в третий раз команда из нашего города стала чемпионом Всероссийской лиги КВН. Это значимое событие, тем более в силу того факта, что в жюри сидел, наверное, из корифеев КВН Юлий Соломонович Гусман. Игру вел Александр Александрович Масляков. Рязанская команда, знаковые финальные игры, она не проигрывает или сводит к минимуму риск поражения. Поэтому всех поздравляю с этим вот чемпионством, чемпиона 2014 года. Надеемся, что победа не последняя. Мы, рязанцы, всегда голодные до побед, и никому не отдадим то, что принадлежит нам. Марьева, Марьева! Да-да! Ха! Вам что, шею продуло? Ха-ха! Да-да-да-да-да-да, смешно, смешно. Ай-ни-ни-ни-ни-ни-ни! Я просто 15 лет на шухере стояла. Ай-ни-ни-ни-ни-ни-ни! Я пускать с ней горыночные башни себе окращу. Левый центральный метр, а правый уже есть. Ай-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни! Не-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни! Мне просто в армию майор Ромей сказал и умер. Ай-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни! У меня просто мама камбала! Вот мы за кадром уже говорили, что было, в принципе, сложно. Понятное дело, много завистников. Так чем вы все-таки берете? Как зал на вас реагирует? Я считаю, что это четко выставленная стратегическая позиция команды, которая не должна отвлекаться ни на какие там внешние факторы, ни какие психологические ходы других команд, прочих людей. Шли до конца. Вот в эту игру начали догонять. Отыграли визитку. По оценкам стали, что скрывать, последними. Начали догонять. Догоняли, догоняли. В итоге вот догнали. Резай! А как меняется ваша команда? Мы с вами не виделись, наверное, почти год. Александр отвечает за сотрудников управления внутреннего отдела Паризанской области. Я представил Паризанский филиал. То есть мы как бы такую смену поколений мы стараемся придерживаться. То есть люди, которые выпускаются, и которые больны КВН, они продолжают играть. Но в то время молодежь тоже на подходе проводятся внутренние игры, где отбирается, формируется костяк команды. И вот таким вот образом как бы вот обеспечивается смена поколений. В 10-летний юбилей творческой деятельности команды, в 10-летний юбилей лиги подъем стали трехкратными чемпионами. Собственно говоря, это самый лучший подарок, который мы могли сами себе сделать. Вот говорят, что люди в форме шутить не умеют или по крайней мере не привыкли. Вы развеяли абсолютно все мифы, разбили их в дребезги. Мы играем только в форме милицейской, именно в милицейской форме. Мы сохранили название, не стали ничего менять. Да, мы не стали ничего абсолютно менять. У нас классическая парадная форма милицейская, белые погоны, белая рубашка и милицейские штаны. Что-то конкретно, какой-то костяк выделять, ну, не имеет смысла. То есть команда отработала полностью так, как должна была отработать. Ехали немножко психологически подавленные, подавленные вот именно Кубком прошлого года. Потому что посчитали, что в этом году мы будем менее заметны. Но в этом году вот получилось так, что жюри было другое на финале. Председательствовал Гусман. И жюри было абсолютно, абсолютно не в погонах. То есть они к силовым структурам никакого отношения не имели. Вот она, вот она большая оценка наша, которую мы привезли сюда в Рязань с Москвы. Это вот независимая оценка жюри, которая вылилась вот в такой результат. О чем сейчас шутите? Ведь все-таки жизнь меняется, но темы вот такие вечные, они остаются, да, какие-то взаимоотношения на дороге, поскольку вы полицейские, какие-то личные взаимоотношения. Как сказал Александр Васильевич Масляков, дело в том, что КВН, он не стоит на месте, и он развивается вместе с самой жизнью. Поэтому, как бы, мы тоже стараемся не отставать. И те вещи, которые актуальны сегодняшний день, они подвергаются какому-то анализу, какой-то иронии, сатира. То есть все это, как бы, мы пытаемся идти в ногу со временем и не стоять на месте. Поэтому, несмотря на то, что у нас название ретро, их разыскивает милиция, да, мы, в общем-то, вольны в своем творчестве абсолютно на все сто процентов. И мы шутим не только, кстати, про полицию и ее будни. Дело эвакуатор и губернатор. Эвакуатор приподнял Феррари. Тут из кафе полезли твари. Тут на машину прыгнул самый хамоватый. Вместе с машиной был опущен губернатор. Большой урок! А нами было замечено, что есть фото и видео возможность выведения фото и видеокартинок на экран. А экран очень большой там. Вот. То есть мы подготовились заранее. У нас был выделен человек, который на каждую миниатюру включал фотокартинку. То есть если у нас есть, например, миниатюра про зиму, там, какой-то зимний какой-то характеристик. Сделали, да. То есть у нас большая зимняя картинка на фоне вот у миниатюра, которую ребята показывают. Вы так решили, визуально и зрители все эффекты применяли? Конечно. Мы там потом с ребятами договорились, которые вот непосредственно отвечают за фото и видео и света за свет. В определенной миниатюре они свет погасили настолько минимум, что там мы с фонариками стояли. И показывали миниатюру. То есть эффект, ну... Присутствие. Присутствие, да. Был вообще максимальный. Вот. Ни одна команда этого не сделала. Сделали именно мы. Мне еще, знаете, на чем хотелось бы остановиться. То есть вот развитие до конца вот эту мысль. Многие вопросы команды вообще просто задают вопрос, зачем все это вам надо. Нужно и так далее. Я все время говорю так. Мы, рязанцы, всегда играем только на победу. Какой бы турнир, какого бы уровня не был. И то, что вот мы трехкратные чемпионы, самая титулованная команда силовых структур на сегодняшний день, вот, я думаю, что это говорит о многом. Потому что мы не отвлекаемся. Мы никогда не завидуем другим командам. Мы всегда поздравляем первыми с успехом. Мы всегда стараемся играть на пределе своих возможностей. Потому что не бывает незначимых и неважных игр. Все игры значимы, все игры важны. И я думаю, что свидетельством этом как раз является вот это вот три кубка. Трехкратный чемпион. Кстати, мы еще чемпионы зимнего кубка, чемпионы летнего кубка. То есть, вся коллекция вот эта. Когда же вы репетировать успеваете? Вот, когда все определяет. Давайте, может быть, я скажу. Я все-таки здесь вот добавлю. Здесь вот, знаете, особое значение имеет дисциплина. Дисциплина и распорядок дня. Чем грамотнее его расставишь, тем проще будет на игре. Полчаса, но емко. Да. Вот в этом году мы именно подошли именно так. Мы, вот если брать тринадцатый год, там прям людей, вот мы уже прям вот там не спали, не знаю, по две, по три ночи не спали. Здесь же мы делали немножко попроще. То есть, рабочее время у нас было. Просили руководителей чуть-чуть ребят пораньше отпустить, там где-то кого-то подменить и прочее. Но, опять же, в вечернее время как бы мы уделяли КВНу, это перед игрой, перед поездкой в Москву, там часа по три. Но без ночей, вот без этих. Там, если были, там пара ночей, это как раз подготовка фото-видео, когда мы немножко это подоставили на второй план, но нужно было уезжать. И уже начали как бы уже в ночное время работать. Когда приехали в Москву, опять же, так же, опять же, был график. То есть, мы, у нас был в восемь подъем, вводные процедуры, завтрак, в девять, в девять мы на ногах. Все, у нас Генреб проходил в десять, но за час мы хотя бы между собой общались, вспоминали слова. Опять же, редактура проходила, что-то нам резали. После редактуры мы садились, писали опять материал, поговорили, пообедали, все, там договорились. В пять вечера мы встречаемся. Значит, ставим по новые номера, которые нам порезали. Что-то там вырезаем, что-то вставляем опять. Все, ужин, после ужина опять три часа уделяем. Уже непосредственно перед игрой. Темп бешеный. Нет, но я хочу сказать, что Саша немножко лукавит в этом отношении. То есть, вы знаете, как и любое хобби, оно требует максимальной, допустим, зимняя рыбалка. В четыре утра встал, в двадцати градусный мороз пошел. Ну, кто-то этим не увлекается, покрует пальцем у виска и скажет, что мужик сдурел, что ли, в двадцать градусов мороза, а ты куда-то пошел. Ну, это же правильно, да? Здесь тоже, да, есть какой-то жестко выстроенный график, он был, он присутствовал, но все равно все определяется степенью и мерой фанатизма. То есть, если, ну, как, вот, если мы работаем до трех часов ночи, то мы работаем до трех часов ночи. И, Саша, если после рабочего дня он в свое личное время приезжает в восемь вечер, у нас никто не скажет, почему нужно уходить сейчас, понимаете? То есть, это как бы раз, ну, пусть это будет, назовем, хобби, да, такое направление. Нет, мы просто старались. Здесь никто, скажем так, не отвлекается, тут никто не бравирует тем, что вот он, сколько времени он провел на репетиции в зале, сколько времени все это придумал, сколько времени это ставится. Здесь все почти на одной цели Мне кажется, в этом наша главная фишка И это определяет степень нашего успеха Что дальше? Может быть, как уральским пельменям Стоит о сольной какой-то карьере подумать? Вот я ждал этот вопрос Потому что каждый раз Меня ставят в такое, вы знаете, смятение Потому что многие зрители Скажут, да уж мы надоели их смотреть Вот мы тогда их смотрели, не выиграли Тогда их смотрели Некоторые даже вообще Скучно, ожидаемо, предсказуемо Некоторые даже зло пишут Толк-то какой, ребята В телевизоре уж там давно нужно Появиться, давно уже нужно играть Я скажу так Во-первых, у каждого в этой жизни свои цели горизонт То есть, если мы выигрываем Каждый раз на таком уровне На уровне же какой-то дворовой площадки Значит, уже это сам по себе уровень Лиговый на особый статус, и там играют сотрудники Это первое Второе, что касается нашей команды Лично, дело в том, что я думаю Что по своему уровню По тем людям, которые в этой команде Работают Мы созрели для более серьезного проекта И более того, есть конкретное лицо в Москве Которое из одного из продюсерских центров Заинтересовалась наша команда как таковой Ее имиджевая составляющая И готова с нами работать Вплоть до эфира Готова Он даже здесь слоган такой Менты из Рязани Как скажем, провинциальная полиция И вот с этим имиджем Он готов с нами сотрудничать И, в общем-то, здесь Я позволю себе констатировать Что мы свой уровень и свою планку Мы доказали У меня есть такая поговорка Что посредственность пробьется сама А таланту нужно помочь Мне хотелось бы, чтобы На нашу команду обратили внимание Помогли в чем-то Потому что уровень команды Ее узнаваемость уже Достигла определенных границ И если на сегодняшний день Будет заинтересованность В команде как таковой Если будет, то со своей стороны Мы с Сашей, как руководители команды Обещаем, что мы как минимум Не подведем И сделаем все таким образом Чтобы как и 28 ноября 2014 года В планете КВН Также гордились рязанской командой Как, в общем-то, и после дальнейших Каких-то наших шагов Поэтому мы ждем Ждем помощи Ждем участия И я уверен, что все у нас получится Я думаю, что свидетельства здесь На столе, что как-то так Телекомпания «Город» Поздравляет вас с очередной победой Значимой победой Я уверена, что она не последняя А это была программа подробностей Оставайтесь с нами До новых встреч в эфире